Итак, всем привет! С вами канал Хуторянин выходного дня. Бася тоже. Бася соскучился за неделю. Сегодня суббота, выходной. Приехал вчера на хутор. И вот мне Ира показала, что она сделала за неделю. Стратегический запас на зиму вязаных носков. Она их штопала, поскольку они очень быстро пронашиваются, вот сколько она их наштопала. Думаю, на зиму нам хватит. Хватит нам на зиму? Конечно. Столько. Ну здесь и новые, и штопаны, в общем, весь наш запас. Арсенал. Еще у нас вот такие коврики появились. Вязаные. Одна женщина. Одна женщина здесь местная вяжет. Подарила подарок. Подарок. На неделе два дня был в Лудзи по работе. Ну и вот в четверг была погода. И там в Лудзи есть памятник Йонтию Гармонисту. У меня была фотография с ним вместе. А в четверг еще сфотографировался вместе с гармошкой. То есть мы с ним как бы дуэтом играем с Йонтием. Потому что Лудзи Латгалия. Латгалий довольно широко... Ну не широко, но скажем так, что в Латгалии любят гармошку. И поэтому вот здесь сделан памятник гармонисту Йонтию. Как бы символ. Вот гальца гармонистов воплотили в этом памятнике. И вот я с ним вчера в четверг сфотографировался. Спасибо. 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 На неделе появилась куча навоза. Катвира организовала привод. Вот кому интересно стоимость этой кучи 35 евро. 25 евро доставка. 10 евро за сам навоз. Который есть местами перегнивший пойдет в теплице. То есть удобрение. Черное золото. Удобрение. На неделе шли дожди. Много что дождей. Хороших дождей. В трутке заметно прибавилось воды у нас. Что я сразу вчера еще при свете фонарика смотрел. Ходил. Поскольку мне это очень интересно. Вот да. Воды прибавилось. Сразу остров. Был островок уже. Его уже нету. Закрыло водой. Но я скажу дорога хорошая. Я думал дорога будет хуже. Но дорога хорошая была вообще. То есть воды еще мало в земле. Но сантиметров я бы сказал где-то 20 примерно плюсом. Может не так много. А как я считал? Один сантиметр сколько до кубов? Не помнишь. Не помню. Ладно. Приехали собирать шиповник. Говорят полезен. Посмотрел в интернете. 12 полезных свойств. И 8 противопоказанных. Ух ты. Да. То есть там если там желудок больной. Там что-то еще я не помню уже. Ну вообще больше полезных чем не полезных. Собирать сентябрь-октябрь. После первых заморозков. Считаем что заморозки были. Вчера было вечером сколько? Плюс один и темп. Плюс один. Трава была такая уже. Коляная, коляная, коляная. Это Ири какое приспособление. Для сбора шиповника. Что нашла под рукой? Секатор. Сисечка. Это сисечка выступает в роли типа корзинки, да? Да. Ясно. Мы иногда завариваем так зимой прямо в термосе. Вот шиповник. Много. Там еще на той стороне дороги. Да, значит урожайный год. Угу. Как раз будем баню топить сегодня хорошо. Зану еще высохнет. Я думаю, пока что. Ну сейчас новыми камнями все сохнет моментально в бане. Ну за ночь еще высохнет, да? Ну вот уже набрали 5 литров с ведерка. Второе набираем. Позвонил маме. Мама попросила, чтобы ей тоже набрать. Сказала, надо ей шиповника. Вот собираем второе ведро. Много. Но самые красивые ягоды, самые большие находятся в труднодоступных местах. Вот наша такая сушилка. Сито просто. И в баню ставим яблоки. Вот что, шиповник. На каменку. Ну, сверху каменки. И за ночь, в принципе, все высыхает. То есть, хорошо, быстро. В новых камнях. Баня получается два в одном. Попаришься, потом еще подсохнут какие-то эти самые. Фрукты. Фрукты, да. И ягоды. Ягоды, да. Вот столько набрали шиповника. И отстал куриный вопрос. Как-то надо курей заманить на выкуряти. Вот решили. Было принято решение сделать такой выгул небольшой. Чтобы сюда их загнать. Потому что они сами привыкали туда заходить. Нет, сюда мы их не загоним. Не загоним. Они сюда будут выходить из помещения. И потом заходить обратно в зимнее время. Переселять я их буду поздно вечером. Когда они уже спят. Вручную? Конечно, вручную. Не получится по-другому. Нашли такую сетку, рулон. Нашлась, да. Как-то Леша привез. Пригодилось. Леша, если смотришь. 10 метров. Пойдет сюда она у нас. Так, сколько колышек. Пока надо раз, два, три. Минимум пока четыре. Пока. Дальше будет видно. Приехал в гости детка. Детка? Детка. Типа чистить трубу. Но приехал, не имея ничего своего. Груз ему дай. Веревку ему дай. Лестницу ему дай. Ставай. Еще и елку можно урубать. Буду? Я не знаю. Ужас. Как только твоя мама когда-то посмотрит на елку, я не знаю. Саша, Саша, ищи пуговицу до трубочистить. О, есть, есть. Можно потереть. На счастье, на счастье. Тери, да. Все оборвали пуговицу, да. А вот еще одна. О, еще есть. О, много пуговиц. Видишь, не первые мы, наверное, отрем. До дырок уже затерли куртку. Ну, успех в работе. Вот у детки вышел вот такой ерш. Ерш, которым он будет чистить трубу. Кувалда, елка, три хомута и шнурок. И смелый, детка. Проходит, Сереж? Да. Там кирпичная дверка, да? Я даже не знаю. Похоже, что кирпичный-кирпичный. Два кирпича. Пускай до низа. До низа. Дрозды, не боятся. Не боятся, да. Доедают виноград уже они тут. Он уже чистенький, все чистенько. Аронию съели, теперь виноград доедают. Много нету еще? Конечно нету. От таких дров не может быть много. Дрова лька в основном. И осины много топим. Осина выжигает все ведь. А ты будешь все трубы чистить или только одну? Что? Все будешь трубы чистить или только одну? Нет, я. А вот еще две трубы. Одна на... Нет, нет доступа. Нет, нет доступа. Ни морального, ни физического. Сейчас и лезь, не ты сниму быстренько, пока ты там сидишь. Будешь спрыгивать. Надо запарить венички. Готовимся к бане дубовая. Сегодня вечером баня. С вами был канал Футориально выходного дня. Всем пока. До новых встреч. До завтра. До завтра, да. Партись в бане. Будьте здоровы. Субтитры сделал DimaTorzok